Этот ролик создан при поддержке Дубайской некоммерческой организации парней в обтягивающих штанишках и Дубайского министерства счастья. Если вы хотите получить от Дубая чуточку больше, чем шезлонг на песке и мохито, то айда с нами в этот выпуск. Сегодня мы перестаем говорить на богатом, слезаем с яхты и надеваем все самое обтягивающее, что найдем в шкафу. Сегодня мы будем кататься на велосипедах, погружаться в лед и узнавать о самых невероятных водных развлекухах. Дубай не часто рассматривают как велосипедное направление, но велоспорт в Дубае и Арабских Эмиратах в целом действительно популярен. И люди, приезжающие сюда, часто удивляются тому, насколько. Каждые выходные тысячи людей выходят на специальные велосипедные дорожки, которые являются одними из лучших в мире. Велосезонных дней в Дубае значительно больше, чем, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге. Велодорожки могут представлять собой все от переоборудованных верблюжьих троп до безопасных велодромов и специализированных велоклубов. Местные велосипедисты всегда знали, что езда на велосипеде – это идеальный способ познакомиться с постоянно меняющимся лицом Дубая. Благодаря прекрасной погоде с октября по май велосипедистов привлекают разнообразные ландшафты города и ультрасовременные велосипедные маршруты. Сразу же вопрос, где вообще катаются в Дубае? Велопарк Надальшиба находится недалеко от знаменитого ипподрома Мейдан, на территории старого верблюжьего ипподрома. Отсюда открывается великолепный вид на центр города и небоскреб Бурж-Халифа. В велопарке проложены три трассы – 4 км, 6 км и 8 км. К нашим услугам шкафчики для одежды, раздевалки с кондиционерами и душевые. Искусственное освещение позволяет кататься здесь даже ночью, что является отличным бонусом, когда днем жара. В парке также есть детская трасса с дорожными знаками, лежачими полицейскими и круговыми перекрестками. Здесь родители смогут познакомить юных велосипедистов с правилами дорожного движения. Велотрасса Аль Кудра – это велотрасса вдали от шумного мегаполиса, включая два маршрута для езды на средние и длинные дистанции. Если вы настроены на короткую прогулку, выбирайте 18-километровый маршрут. А 50-километровая трасса идеально подойдет для продолжительного катания. Со всех сторон ее окружает живописная пустыня. По пути можно сделать короткую остановку в пятизвездочном отеле Баб Аль Шамс. Кстати, велосипед можно взять на прокат прямо на трассе Аль Кудра, в пункте проката трек-байкс. Есть здесь и трассы для маунтинг-байкинга. В живописных окрестностях городка Хата можно покорить неприступные горные маршруты. Здесь 52 километра велотрассы, и они рассчитаны на 4 уровня сложности. Если на улице вам жарко, но кататься на велосипеде ну уж очень хочется, то для этого есть Дубай-автодром. Это центр автоспорта мирового класса, и на его территории расположен закрытый трек протяженностью 2 километра 460 метров. Здесь даже можно принять участие в вечернем велозаезде. А завершение строительства дубайского водного канала Dubai Water Canal, помимо прибрежной полосы, подарило городу дополнительно 12-километровый велотрек. В Эмиратах вы также можете поболеть за лучших велосипедистов мира. Здесь регулярно проводятся различные велозаезды и велосоревнования. Одним из самых крупных является UAE Tour. Это этакий эквивалент Tour de France, и проводится он по всем семи Эмиратам. Велосипедное сообщество в Арабских Эмиратах процветает, и по факту здесь даже есть своя управляющая организация. Велосипедная Федерация Объединенных Арабских Эмират. Несколько правил, которые вам нужно знать перед тем, как сесть на велосипед в Эмиратах. На голове у вас всегда должен быть одет шлем, а на теле присутствуют светоотражающие элементы. Правила езды на велосипеде по Арабским Эмиратам регулируются федеральным законом о дорожном движении. В статье 35 сказано, что для езды по городу ваш велосипед должен быть оборудован фонарями. Ездить нужно только по правой стороне дороги. Езда на велосипедах запрещена, и если есть специальный велосипедный трек, то ехать только по нему. В статье 17, кстати, сказано, что велосипедист не должен ездить в опасной манере. То есть нужно обязательно держаться за рулем, не кататься зигзагами, ну и в целом вести себя как порядочный гражданин на велосипеде. И, пожалуй, самый важный момент. Велосипеды допускаются на дороге с разрешенной скоростью в 40 км в час. Вчера ничего не снимал в гостинице, потому что просто приехал уже после полуночи, завалился спать и с утра уехал на съемки ЕС Дубай на Борж Халифу. Все это вы в выпуске увидите. Моя гостишка. Гостиница не в центре. Гостиница где-то, наверное, минут 30 езды от центра. Но недорогая, при этом полностью новая, современная. У меня такой хлам. Sorry. Что мы видим? Мы не видим ничего. Мы не видим ничего, только гостиница. Это задний двор. Но при этом очень хорошая, качественная все мебель. Такая ванна хорошая. Забираем карточку мою. Видите, как кондиционер работает? 8 утра. Я позавтракал уже. И все, и на улицу. Сейчас мы отправляемся дальше в путь. Если вас это правило не заботит, то вам грозит штраф. Равен он 600 дирхам или 160 долларов. Если велосипедист будет кататься по специальным дорожкам для бега или для ходьбы, то грозит штраф в 200 дирхам или 50 долларов. Если полицейские в Арабских Эмиратах заметят, что вы водите свой велосипед опасно для других, то вам грозит штраф в 300 дирхам или 80 долларов. Вот так просто взяли и сделали в пустыне гольф-поле. Пожалуйста. В чем проблема заниматься гольфом в пустыне? Ни в чем. Абсолютно. Очень классно, кстати, что можно погулять. Гольф, сразу же залив у вас, яхты стоят. Очень круто. Ну, один из первых гольф-клубов Дубай Крик Голф. И они под него открыли также отель Парк Хаят. Вот, пятизвездочный. Мы сейчас дойдем до него. Там сделали самый большой в Дубаях бассейн с соленой водой. По-моему, 70 метров. И также здесь определенное количество резиденций, частных домов и марина. То есть, в принципе, старая часть Дубая. Одно из мест, которое, в принципе, здесь было достаточно давно. А Дейра, это, наверное, один из, типа, первых, да? Да, Дейра, Дейра, откуда, скажем так, Дубай начинал разрастаться. И я думаю, что, в принципе, году в 2000-м, наверное, Дубай Крик, где мы сейчас, гольф-клуб, наверное, один из первых. А здесь вообще можно просто приехать, там, типа, в ресторанчике посидеть или погулять, если ты не живешь здесь или не снимаешь номер в отеле? Да, что в Дубае хорошо, что, в принципе, территории практически всех отелей, даже самых таких люксовых, пятизвездочных, они открыты. То есть, мы приехали, припарковались, и сейчас гуляем по территории пятизвездочного отеля. Мы дошли до ресторанчика, то есть, это у них здесь бар. Сейчас Рамадан, поэтому достаточно спокойно. В обычные выходные дни тут проводят бранчи, пятница, суббота. Зимой достаточно прохладно, можно сесть рядом с огнем здесь. Айсбасс или погружение в ледяные ванны и дыхание Вима Хофа. Да, друзья, после велосипедов мы полезем в лед. И делать мы это будем не в Сибири, не в Норвегии или в Финляндии, а в Дубае. Вот чего бедуинам точно не хватало. Вопрос первый, который может возникнуть. Полезны ли ледяные ванны? Как и в любом деле, ледяные ванны полезны, если делать их безопасно. Всего одна ледяная ванна поможет успокоить мышцы, уменьшить воспаление, отрегулировать дыхание, поднять настроение, снизив стресс и даже повысить уровень энергии. Перед самим погружением происходит подготовка. Первая часть, когда в ледяную ванну ты опускаешь одну руку. И руку нужно продержать во льду одну минуту. Если вы продержали во льду руку в течение минуты, то можете смело лезть в ванну целиком. Следующий наш этап подготовки – это дыхание Вима Хоффа или метод Вима Хоффа. Сами дыхательные практики направлены на более длительную задержку дыхания. Сама длительная задержка усиливает защитную реакцию организма на стресс. Многие спикеры перед выступлением делают дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса. Вим Хофф, кстати, благодаря своим дыхательным практикам смог подняться на гору Килиманджаро в одних шортах. И вдобавок он простоял там, покрытый кубиками льда, почти два часа. В целом дыхательные практики помогают повысить выносливость организма. Упражнение выполняется сидя или лежа, потому что из-за интенсивности упражнения некоторые могут даже потерять сознание. Из-за коротко, то сначала вы делаете несколько десятков глубоких вдохов. Последний раз вы вдыхаете глубоко, насколько можете, потом выдыхаете и задерживаете этот выдох, насколько сможете. Забегая немножко вперед, скажу, что раньше я никогда не погружался в ледяные ванны. При этом в самый первый раз мне удалось просидеть там целых две минуты. Во второй раз шесть минут. Если вы думаете, что погружение в лед это сумасшествие, то задумайтесь о том, что погружение в ледяные ванны практикуют лучшие мировые спортсмены. Боксеры, бегуны, футболисты. Пожалуй, один из самых известных это Криштиану Роналду. На личном примере скажу, что если вы сможете заставить себя погрузиться в ледяную ванну, то уже после первого сеанса вы сможете почувствовать улучшение работоспособности и настроения. Ваше тело сразу будет чувствовать себя лучше. Продолжительные погружения в ледяные ванны помогают увеличить метаболизм, улучшить психическое здоровье. Ледяные ванны могут творить чудеса с восстановлением мышц. Просто подумайте, что рекомендует врач, если вы ушибли руку? Конечно, приложить лед. Ледяные ванны уменьшают воспаление, отечность, болезненность и вымывают любую накопленную в организме молочную кислоту. Стимулирование центральной нервной системы. Ледяные ванны помогают улучшить концентрацию. Не верите? Просто попробуйте принять холодный душ утром. Реально, друзья, ледяная ванна может работать как кнопка перезагрузки для вашего мозга и тела. Если после этого видео вам захочется попробовать ледяные ванны, можете написать мне в комментариях или в инстаграме. Я дам вам свои рекомендации, где в Дубай отправиться за этими непередаваемыми ощущениями. Если я вас не убедил крутить педали и нырять в лед, то Дубай предлагает все виды водных видов спорта. Флайборд может поднять вас на высоту до 10 метров над водой. Он соединяется 20-метровым шлангом с гидроциклом, который заканчивает в него воду под большим давлением. А эта вода выбрасывается через два сопла, расположенных на днище флайборда. Следующая интересная штука, которая требует неплохой физической подготовки. Кайт серфинг. За кайт серфингом нужно отправляться на одноименный пляж Кайт Бич. Здесь находится компания Ду Кайт, квалифицированные инструкторы и здесь же можно взять все необходимое оборудование в аренду. С поверхности воды отправляемся на глубину, точнее погружаемся. В прошлом году в Дубай открылся новый аттракцион для любителей активных видов отдыха. Бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai. Его глубина 60 метров. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый глубокий бассейн для подводных погружений в мире. Курсы фридайвинга здесь проводятся круглый год. Здесь проводятся подводные экскурсии с профессиональными инструкторами. Экскурсии и курсы подразделяются здесь на категории для посетителей разных уровней подготовки от 10 лет. Друзья, ну а пока у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, потому что в следующих роликах мы отправимся покорять главную скалу Арабских Эмиратов.